Итак, на Ямал пришла настоящая зима со снегопадами, морозами и холодными северными ветрами. А вместе с ней начались работы по обустройству снежных дорог Заполярья, автомобильных зимников. На участке Оксарка-Салимал-Панайский-Ярселе, протяженность которого составляет 178 километров, работы идут полным ходом. В какие сроки планируется сдать дорогу и будет ли она отвечать всем требованиям к качеству сезонных автотрасс, узнавали мои коллеги. Зима в этом году удивляет своей переменчивостью. Затяжную отепель сменили крепкие морозы, которые продолжались довольно длительное время. Жители нашей отдаленной территории с приходом зимы с нетерпением ждут открытия зимника. Кто-то собирается в отпуск на время новогодних праздников, кто-то за покупками в окружную столицу. Но так или иначе, всем интересно, когда будет открыт сезонный путь на большую землю. Низкие температуры дорожникам на руку. В этом году сдать дорогу в эксплуатацию смогут раньше обычных сроков, уже к 20 декабря. У нас традиционно уже все готово. Мы готовимся к зимнику сразу же после окончания его. Поэтому май, июнь, июль, в принципе, в эти месяцы уже все было готово. Сейчас идет мелкая такая подготовка. Традиционно участок сезонной трассы от Панаевска до Ярселя и от Ярселя до Сенайсаля будет обслуживать муниципальное предприятие «Трансгеострой». В гаражах организации кипит жизнь. Сейчас у коммунальщиков самая горячая пора. Помимо снегоуборочных работ в поселении ударные силы направлены на зимники. Но выводу техники на трассу пришествует тщательная подготовка. Рабочий готовит инвентарь, проводит текущий ремонт деталей машин. Ведь на дороге может случиться всякое, поэтому техника должна быть в порядке. Ну, небольшой, маленький ремонтик. Выехали в 4 утра, вот маленько подремонтироваться надо. В это время другая техника мирно отдыхает, дожидаясь часа, когда ее призовут на борьбу со снежной стихией. Для того, чтобы зимняя автодорога была максимально безопасной, к этому сезону был закуплен весь необходимый инвентарь, десятки дорожных знаков и огромное количество сигнальных вешек. В достаточном количестве находится около 4,5 тысячи у нас здесь уже готовых. Еще 2 тысячи на изготовлении. Уходит довольно-таки много. Знаки тоже в достаточном количестве. То есть все это ждем приказа на зимник. В настоящее время дорожники проводят необходимые замеры и подготовительные мероприятия. Совсем скоро будет принято окончательное решение по вводу в эксплуатацию зимника Оксарка Сальмалпана и Ацкиярсали. В любом случае зимняя трасса сначала будет открыта только для полноприводных автомобилей со строго ограниченным тоннажем.